Привет, друзья! Я Ирина Пролова, а это программа о стильном декоре своими руками с украинским акцентом. Сегодня мы с вами и с моим гостем будем готовить интересные штуки для сервировки стола. Что это такое, расскажет прекрасная Ксения Мегашко. Спасибо, Ирусь. Да, мы сегодня будем делать сервировочный набор кармашки для приборов столовых и салфетку. У нас есть ткань, сегодня это мишка вина, самая близкая нам, украинскому народу, ткань, и желтая солнечная ленточка. Ну и, конечно же, будем пользоваться инструментами. Сегодня это будут ножницы и иголки максимально крупного размера. У нас есть заготовки для конвертиков, для столовых приборов и для салфетки. Первым делом создадим конверты. Я предлагаю условно поделить этот кусочек ткани на три части и верхнюю третью часть задекорировать. Это будет очень красиво. Иглой вытягиваем нитки из ткани, освобождая место для ленты. Одну поддели, и можно просто ее протащить. Оп. Да? Да. Очень легко это делается. Так, что дальше? Теперь берем ленточки, примеряем сюда по размеру, по ширине. И заводим. Смотрите, ленточка обрезана ровно. А для того, чтобы нам ее легко пронизывать между нитями ткани, лучше сделать вот так. Чик. Видите? И образовался острый край. Теперь будет легче. Вот так просто пальчиком проталкиваем, а потом не забываем распрямлять ниточки, которые у нас от ткани. Так, у меня готово. О, супер, у тебя тоже. Да. Свободные края ленточки обрежем. Нам теперь нужно это художественно обсатать. Делаем небольшую бахрому такую, да? И смотрите, за счет того, что мы взяли ткань с крупным плетением, обсатывать очень-очень легко. Буквально несколько движений и необходимая ширина бахромы у нас уже готова. Теперь прошьем края конверта. Стежок должен быть надежным, ведь здесь будут размещаться увесистые столовые приборы. Итак, кармашики для столовых приборов уже готовы. Теперь делаем салфетку. У нас есть заготовка для салфетки, и мы можем завершить нашу композицию. В четыре руки? Да, запросто. Прямо как игра на фортепиано. Не забываем создать на салфетке такую же бахрому, как и на конвертах. А в четыре руки вообще быстрота получается. Да, вообще с такой тканью приятно работать. Согласна. Потому что очень быстро. Сразу видно результат. Да. Следующий этап – декорируем лентой. Мы просто повторяем такой же рисунок, как на конвертиках. Делаем точно так же. Прикладываем ленточку и таким образом определяем ширину отступа от края. Ленту продеваем со всех сторон салфетки. Итак, мы подрудились, и сервировка стола готова. Мне безумно нравится то, что с украинскими подсолнухами хорошо сочетается цвет ленты, который мы использовали. А мне очень хочется уже накрыть ужин. И я уверена, что в такой сервировке любой ужин будет очень аппетитным. Субтитры создавал DimaTorzok